Здравствуйте, друзья! С вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждут Boston Dynamics и другие компании, которые пообещали не давать своим роботам оружие. Белый дом, опубликовавший проект Билля о защите людей от ИИ. Илон Маск, который хочет превратить Твиттер в свободный аналог WeChat. Сейбер Уинг, испытавшая дрон с рекордной грузоподъемностью 374 килограмма. И в этом месяце впервые за три года состоится запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy. Все это и многое другое прямо сейчас. Поехали! Начнем мы сегодняшний выпуск с ряда робототехнических компаний, включая Agility Robotics, Any Robotics, Boston Dynamics, Clear Path Robotics, Open Robotics и Unitree Robotics. Они опубликовали в четверг открытое письмо, в котором выступили с обязательством не поддерживать использование созданных ими роботов и программного обеспечения в военных целях. И призвали других представителей отрасли последовать их примеру. В своем письме компании отметили, что роботы, как и дроны, имеют широкий спектр применения в мирных и даже спасательных целях, но их также можно превратить в боевые машины. Мы считаем, что добавление оружия роботам, которые управляются дистанционно или автономно, широко доступны для населения и способны перемещаться в ранее недоступные места, где живут и работают люди, создает новые риски причинения вреда и серьезные этические проблемы. Говорится в письме. В нем также отмечено, что применение роботов в качестве оружия приведет к подрыву потребительского доверия к новым технологиям, таким образом, что это сведет на нет огромные преимущества, которые они могут принести обществу. Мы убеждены, что польза от этих технологий для человечества значительно превышает риск неправильного использования. Отметили компании. Понимая, что одной их приверженности недостаточно для полного устранения этих рисков, компании призвали к сотрудничеству политиков, чтобы продвигать безопасное использование этих роботов и исключить их нецелевое применение. Параллельно, по мере развития искусственного интеллекта, все больше голосов присоединяются к призыву принять меры по защите людей от этой технологии. Опасность, по мнению экспертов, заключается в том, что нейросети легко становятся предвзятыми, неэтичными и опасными. Проект «Били о правах ИИ» — это руководство для общества, которое защищает всех людей от его угроз. Я использую технологии таким образом, чтобы они поддерживали наши самые высокие принципы. Говорится в документе. Системы ИИ должны быть безопасными и эффективными для граждан. Люди должны быть защищены от дискриминации со стороны алгоритмов. Встроенные системы должны защищать людей от злоупотребления их приватными данными и следить за тем, как эти данные используются. Люди должны быть оповещены о работе автономных систем, им нужно объяснить, как и для чего они служат. По возможности у людей должна быть возможность отказаться от использования алгоритмов в любой момент. Подобные законопроекты и руководства, регулирующие работу ИИ, уже сочиняли в Евросоюзе и других организациях, но не в США. Да и сейчас проект «Били», хоть и может считаться началом разговора, ничего не может изменить в реальной ситуации. Так в документе нет никаких рекомендаций относительно ограничения в использовании противоречивых форм ИИ. Например, таких, которые могут идентифицировать людей в реальном времени по биометрическим данным или изображениям. Не освещены в нем и важные вопросы разработки автономного летального оружия или технологии умных городов. Поехали дальше. После серии скандальных заявлений и судебного иска, Илон Маск вновь заявил о готовности купить социальную сеть Twitter по ранее оговоренной цене. На этот раз разговорами дело не ограничилось. Бизнесмен подал соответствующее заявление в комиссию по ценным бумагам и биржам в США. Ожидается, что продажа пройдет по оговоренным ранее условиям. За владение Twitter предпринимателю придется отдать 44 миллиарда долларов или 54,20 за акцию. После этого Илон Маск опубликовал пост, в котором поделился планами на приобретенную соцсеть. По его словам, покупка Twitter ускорит создание универсального приложения для всего. Судя по тому, что миллиардер питает интерес к соцсети WeChat, журналисты предполагают, что однажды Twitter заменит 90% сайтов. Ранее Маск позитивно оценил универсальность китайского мессенджера WeChat, который заменяет множество сайтов и приложений. В нем можно посмотреть погоду, вызвать такси, записаться к врачу, оформить и оплатить онлайн-покупку в супермаркете. Если предположения журналистов и аналитиков верны, Twitter перестанет быть сервисом микроблогов и окажется универсальным посредником. Между пользователем и всем, что можно купить или сделать онлайн. По состоянию на первый квартал 2022 года, мессенджерам WeChat пользуются почти 1,3 миллиарда человек. Тогда как аудитория Twitter составляет 30 миллионов пользователей. Это чуть больше 2% от количества пользователей китайского мессенджера. Однако у WeChat есть серьезный недостаток. Он жестко контролируется властями Китая. В цензуре подвергаются посты в каналах, магазины и боты. Аналитики отмечают приверженность маска свободе слова, поэтому прогнозируют полное отсутствие цензуры в анонсированном приложении. Друзья, у нас отличное предложение для всех, кто хочет интересно, а главное познавательно провести время. Если вы не слышали про канал Гроза, то время это исправлять. Николай Россов, выпускник СПБГУ и магистр истории, просто и понятно говорит обо всем, что произошло и происходит в нашем мире. На канале выходят частные лекции автора, а также очень интересные истории 20 века. На Грозе вы можете найти информацию об истории Древнего Египта, Древнего Рима, Средневековье, эпохе Нового Времени и отдельно истории СССР и Российской Империи. Все выпуски аккуратно сложены в соответствующие плейлисты и для нашего удобства на них добавлены тайм-коды для быстрого поиска информации. Вам будут доступны авторские серии выпусков, такие как «Путь Гитлера к власти», «Путь Ленина к власти», «Столетняя война», «Первая мировая» и многие другие очень классные темы. Очень рекомендуем перейти по ссылке в описании и подписаться на YouTube-канал «Гроза». Тем временем Tesla объявила, что больше не будет использовать ультразвуковые датчики в электромобилях Model 3 и Model Y. Теперь в соответствии с планом Илона Маска только камеры и алгоритмы обеспечат работу системы помощи водителю и других функций безопасности. Начиная с октября все электромобили самых ходовых моделей Tesla, выпущенные для Америки, Европы, Ближнего Востока и Тайваня, не будут больше иметь 12 ультразвуковых датчиков, которые раньше располагались в передней и задней частях автомобиля и измеряли расстояние до ближайших объектов. В основном они участвовали в работе систем противодействия столкновениям. При этом большинство других производителей автономных систем управления наоборот стараются увеличить количество датчиков, в том числе лидаров, в своих моделях. Но у Маска свой план. Он называется Tesla Vision и заключается в том, что система Autopilot должна управлять автомобилем только при помощи камер и алгоритмов нейросети. В 2022 году он убрал радары с Model S и Model X, предназначенных для рынка Северной Америки, а в начале следующего года и с Model Y и Model 3, которые поставлялись клиентам в Европе и на Ближнем Востоке. Параллельно с отказом от ультразвуковых датчиков мы запускаем нашу визуальную систему, которая используется в бета-версии Full Self-Driving FSD и которая заменит у входные сигналы от ультразвуковых датчиков. Современным ПО этот подход обеспечивает системе Autopilot пространственное позиционирование в высоком разрешении, большую дальность видимости и способность распознавать объекты. Пояснила компания. С этих же моделей начался и отказ от ультразвуковых датчиков. В 2023 году такая же судьба ожидает Model S и Model X. Калифорнийский авиационный стартап Saber Wing показал опытную модель автономного летательного аппарата вертикального взлета и посадки Regal. По словам представителей компании, дрон побил предыдущий мировой рекорд по грузоподъемности среди коммерческих беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. В 2018 мировой рекорд в этой категории установил российский дрон с Киев, поднявший 220 килограмм. Американский Chaparral C1 компании Elroy Air в 2022 году заявил о возможности перевозить до 227 килограммов груза. Для аппаратов с вертикальным взлетом, в отличие от самолетов с жестким крылом, увеличение полезной нагрузки до 374 килограммов – это значительное достижение. Следует упомянуть, что Альфа имеет также возможность летать как самолет с помощью крыльев, а четыре ее вентилятора способны поворачиваться, меняя режим тяги с вертикального на горизонтальный. Действуя таким образом, дрон может поднимать и переносить грузы до 1800 килограммов. Что касается других характеристик, то масса аппарата RG1A составляет 1225 килограммов. Максимальная скорость полета – 370 километров в час. Теоретический потолок – 6700 метров. Дрон оснащен турбоэлектрической силовой установкой с мотором Ariel 2E, производства французской компании Safran. Он работает на авиационном топливе и подключен к электрогенератору, который вырабатывает почти 1 мегаватт энергии. Вращающий четыре электромотора с пропеллерами. Коммерческая версия RG1A будет длиной 14,6 метров с размахом крыльев 17 метров и грузоподъемностью 2450 килограммов в режиме дрона и 4545 килограммов в режиме самолета. Ну и какой же кик без космоса? В этом месяце, как ожидается, будет выполнен запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. В последний раз Falcon Heavy отправляли в космос более трех лет назад. Первоначально новая миссия была запланирована на конец 2020 года, но по неизвестным причинам запуск несколько раз переносили. Миссия USSF-44, относящаяся по классификации космических сил США к секретным, намечена на 28 октября. Запуск Falcon Heavy будет выполнен со стартовой площадки 39А Космического центра Кеннеди во Флориде. На борту этой миссии будет два полезных груза — более крупный, неподтвержденный спутник и микроспутник под названием Tetra-1. Указано в заявлении Пентагона на одном из каналов на YouTube. Tetra-1 является первым в серии прототипов геостационарных спутников, запущенных военными США, которые будут тестировать системные процедуры для будущих спутников. В августе космические силы США сертифицировали Falcon Heavy для запуска сверхсекретных спутников-шпионов. По всей видимости, неподтвержденный космический аппарат, который будет отправлен в космос на борту Falcon Heavy, является спутником Национального разведывательного управления США. С помощью Falcon Heavy можно доставить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонн полезного груза. На данный момент было выполнено всего три запуска, включая испытательный полет, в котором в качестве полезной нагрузки использовали принадлежащий Илону Маску электрокар Tesla Roadster. Точное время запуска Falcon Heavy пока не объявлено. А вот на международную космическую станцию прибыл международный экипаж миссии SpaceX Crew-5. Ракета Falcon 9 с капсулой Crew Dragon стартовала 5 октября с площадки 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Спустя 29 часов полета корабль, получивший имя Endurance, достиг своей цели. В состав экипажа вошли астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Каити Ваката, а также космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Они пробудут на МКС пять месяцев. Командир Манн и специалист полета Кикина стали по-своему пионерами. Манн — это первая женщина из числа коренных американцев в космосе. Кикина первая из российских астронавтов совершила полет на корабле SpaceX Dragon. Они и пилот Кассада оказались в космосе впервые, тогда как специалист полета Ваката уже бывал на орбите пять раз. Многоразовый корабль Dragon Endurance уже использовался для отправки миссии Crew-3 на МКС и ее возвращения на Землю. В распоряжении SpaceX есть четыре капсулы Crew Dragon, которые перед каждым последующим полетом ремонтируются и тестируются. На сей раз корабль перед отправкой получил новый носовой обтекатель, теплозащитный экран и парашюты. SpaceX также славится многоразовыми ракетами, однако использовавшаяся в миссии Crew-5 ракета Falcon 9 получила новую первую ступень. И на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому! Продолжение следует... Продолжение следует...